И как мы уже говорили, сегодня похоронили погибших в авиакатастрофе. Зарина Ахмеджанова расскажет о новом дне жизни после трагедии. Чтобы почтить память жертв страшной авиакатастрофы, сюда с самого утра идут люди. Даже те, кто не был лично знаком с погибшими. До сих пор не могут поверить в случившиеся, родные и близкие тех, кто оказался на борту самолета в тот роковой день. Сотрудник металлургической компании Габид Тулебаев был человеком открытым. Так говорят о нем все, кто его знал. Габид, занимавший одну из ключевых должностей на предприятии, был полон идей и планов. Он нужен был не только своим детям, своей жене. Он нужен был всем нам, сотрудникам, всем нашим катастрофам. Он еще успел многое достичь. У него все впереди было. Командир экипажа Валерий Клюшев – один из самых опытных пилотов в стране. В этом году мужчина должен был отметить свой юбилей. Смерть приходит непрошенно, неожиданно для всех. И для нас это большая боль. Для нас это очень серьезная утрата. В эти дни скорби мы благодарим всех тех людей, кто был рядом с нами. Семьям, потерявших своих близких, помогают все. Из бюджета Карагандинской области будет выделено по 1 миллиону тенге родным погибших летчиков. Сегодня стало известно, что и компания «Олимпэйр», которой преднадлежит Ан-2, выплатит еще по 500 тысяч тенге. Сейчас в авиапарке фирмы остались всего 4 легкомоторных самолета. И они, по всей вероятности, не скоро будут летать. Следственный комитет приостановил деятельность фирмы до установления причин падения самолета Ан-2. Это прокуратура была. Есть представление прокуратуры изъять все документы наши. Так что они изъяли, конечно. Протокол они составили, я подписал его. А куда денешься? В принципе, это нормальное явление. Потому что им докопаться до чего-то надо. Никакие самолеты нашей компании не летают, потому что комитет гражданской авиации приостановил работу нашу. Владимир Круч, директор авиакомпании, предполагает, что воздушное судно потерпело крушение из-за обледенения корпуса. К тому же в тот день был сильный туман. Тем временем выживший после крушения самолета Ан-2 Асимша Яхметова продолжает бороться за жизнь. Ее готовят к очередной операции. С момента авиакатастрофы из-за открытых переломов и двух операций она потеряла очень много крови. Врачи считают, сейчас ее оперировать нельзя, организм может не выдержать. Ей необходимо переливание. На беду откликнулись люди, даже незнакомые. За день 48 человек сдали именно для пациентки Шейхметовой Асим, которая находится на лечении в первой городской больнице. Вчера во второй половине дня сдали порядка 22 человек. Итого за два дня мы получили от них доноров 70 человек. Сейчас девушка живет с помощью обезболивающих. Медики предпринимают все возможное, чтобы ей помочь. Известно, что самую сложную третью операцию назначили на следующий вторник. Будут оперировать первые четвертые позвонки, а также займутся закрытыми переломами. Надеюсь, все будет хорошо. Кровь собрали, все к операции готово. Медики уверены, что Асим непременно пойдет на поправку. На это надеются родные и близкие. Ей сопереживает вся страна, которую она удивила, своей самоотверженностью и силой духа. Девушка не испугалась, оказавшись одна с тяжелейшими травмами за десятки километров от населенных пунктов. И сумела не только вызвать спасателей, но и указать им путь.